Большое спасибо, что вы с нами, что вы принимаете участие. У вас предстоит очень интересная панельная дискуссия о российском рынке и пределах его развития. И я совсем хочу задать вопрос из другой опера, совершенно не относящейся к нашему мероприятию, но не относящейся к рынку. Вы руководите крупной, известной, достаточно авиакомпанией. Вы часто бываете у нас, и это очень приятно. Как вы считаете, мероприятия, которые происходят в отрасли, не формальные совещания в министерстве, а такие, где встречаются коллеги, где идут обсуждения и дискуссии, и доклады такие, как здесь, нужно это отрасль, а не нужно? Вот лично вам это полезно, не полезно? Хотелось бы, может быть, большего чего-то. Что бы вы могли сказать? Наверное, ваша подводка, да, говорит сама за себя. Я, в общем, стараюсь практически во всех мероприятиях, которые организованы, АТО «Эванс» участвовать и с удовольствием принимаю приглашение там и повыступать, участвовать в панельных дискуссиях и, может быть, с докладом. Особенно очень люблю получать премии. К сожалению, не всегда это случается, но как бы там ни было, я считаю, что это очень полезно и познавательно. Ну, во-первых, понятно, что особенно в нынешней ситуации у нас есть определенные ограничения, и не так часто ты встречаешься с коллегами по цеху. Кроме всего прочего, мы все равно всей правдой никогда не говорим на такого рода собраниях. У всех есть какие-то свои заготовки, задумки и какие-то проекты, которые не могут быть озвучены. Но возможность встретиться с партнерами, возможность подискутировать, пообменяться опытом, ну или даже посплетничать, мне кажется, это очень классная история, которая очень нужна. За последние, не знаю, эти наши пандемийные полтора года, например, мы устали уже от бесконечных телеконференций, ну, например, с зарубежными партнерами, да, вот не секрет, что во многом демпфируем сложности текущего периода с лизинговыми компаниями, да, с нашими одними основных емких партнерами, и вот стало уже привычным образом, да, что мы с ними переговариваемся там в режиме телеконференции. Ну и предстоящие там авиашоу в Дубае, да, все как один, да, используют для того, чтобы наконец-то встретиться вместе, потому что я не знаю, что там будет. Но, во всяком случае, я считаю, что это очень полезная история, да, и, конечно, ее надо продолжать развивать. А вот интересно, вот такую тему затрудную, немножко уже выходит за наш формат, но я все-таки спрошу. Вот телеконференции, даже с важными очень партнерами, да, в последнее время, как бы, ну, доказали свою дееспособность. Вам не кажется, что бизнес-класс по окончанию пандемии, ну, если не опустеет, то, по крайней мере, оскудняет? Да нет, конечно. Ничто не сравнится со временем, которое ты проводишь в поездке и в каком-то смене обстановки, в том числе, да, которая еще, более того, сопряжена там с исполнением твоих обязанностей, да. Нет, конечно, не оскудеет. Успехов! Спасибо. Искренне желаю успехов. Спасибо.